начнем с того что я обучался в обычной общеобразовательной школе это была городская школа номер 64 позже такая мечта была большая съездить обучиться в америке помните тогда как раз была программа которая которую администрировала организация акселс акт поддержку свободы это американская программа была то есть они полностью сами финансировали год обучения таким образом я прошел и чтобы пройти вот этот конкурс я буквально за 9 месяцев выучил английский язык хотя помните в советской школе английский язык он на уровне how are you who is on duty today на этом и ограничилась такое ощущение было что все семь восемь классов мы только эти два выражения учили таким образом я прошел конкурс и закончил школу в штатах позже еще ездил на стажировки в америку то есть это страна которая очень много дала в плане образования в плане опыта и так далее но волей судеб долгое время работал переводчиком в студенческие годы совмещался учебы учился в кыргызско-российском славянском университете и уже по окончании вуза пригласили белый дом стажироваться очень сложно найти хорошего опытного переводчика на государственные заработные платы но у меня был энтузиазм я очень сильно хотел работать хотелось внести свою лифту и будучи достаточно молодом возрасте работал в службе протокола президента то есть меня взяли и и оттуда пошла карьера на по государственной линии это было и министерство чрезвычайных ситуаций это был и экономический отдел администрации президента уже уже после мартовской революции и последнее это была работа с молодежью департамент молодежной политики я не оставлял свое взаимодействие с международным донорским сообществом работая в администрации президента возглавлял где-то сами разрабатывали внедряли имплементировали проекты где-то уже до нас разработанные концепты проектов были и мы уже их внедряли в жизнь наиболее крупный из них это был проект финансируемый абр развитие детей малого возраста на уровне общин то есть мы занимались реабилитации различного рода старых детских садов помогали в строительстве молочных кухонь сами строили и так далее это был такой крупно бюджетный проект и конечно же работаю на государственной службе преподавал в вузах в этой связи нужно отметить что у нас семья академическая у меня родители одни из немногих семей в кыргызстане где и муж и жена оба профессора доктора наук но это не могло не оставить свой отпечаток в моем мировоззрении таком скажем в профессиональной ориентации моей читал лекции по международному публичному праву по административному праву и ну мне очень нравилось я считаю это самоблагородной профессии может быть это не самое скажем окупаемые коммерчески интересные с коммерческой точки зрения но именно работы в сфере образования во-первых ты самовоспитанием самообразованием за нами занимаешься и конечно же пытаешься передать чем ты обладаешь подрастающему поколению идея создания школы пришла к нам совместно ну друзья были наши единомышленники долго думали счет глядя на наши переполненные школы на качество образования на уровень кадров которые работают в школьной системе это конечно оставляет желать лучшего слабыми места становятся школы которые специализированно делают акцент на те или иные дисциплины это во-первых естественный рост населения во вторых те или иные сильные школы конечно же они привлекают учеников с разных уголков города бишкек и таким образом диспропорция создается в численности учеников школ некоторых школах нету недобор в классах некоторых до 50 60 70 простой хронометраж показывает что даже 40 детей в одном классе сильно сказывается на эффективности обучения когда ты не можешь даже минуту посвятить одному ребенку почему именно выбрали физико-математическое направление сегодня один из соавторов идеи создания кыргызско-шведской физико-математической школы который присутствовал сегодня на дне знаний дикомбаев азамат шамильевич он сказал почему же мы выбрали на самом деле вот прогоняя эту идею именно физико-мат потому что мы живем век цифровых технологий в эру точных наук конечно гуманитарное направление навсегда важно многие родители допустим спрашивают английский будет ли и мы говорим что английский будет но мы будем его обучать как навыки навык общения навык письма навык разговоры тогда можно выучить английский буквально реально это за год выучить мы обязательно же в включили такие дисциплины как студия культуры это фактически это драматический кружок там где ребенок занимается самим собой самопрезентации так называемый soft skills советская школа навсегда давала монументальные знания но в ориентации в повседневной жизни и как себя выгодно продать этому советская школа не учила нас учили скромности сдержанности толерантности и так далее и мы как раз таки большой напор делаем на развитие soft skills и техника речь несомненно буквально мы с вами сегодня только разговаривали на эту тему даже наши скажем высокопоставленные чиновники не всегда могут доступно кратко упакованно преподнести свою мысль этом этом мы обучаем в рамках нашего урока техника речи таким образом пришли к идее создания такой школы чтобы школа была с одной стороны качественное образование но видите всегда мы когда мы говорим качество мы это путаем с объемом образования с объемом знаний школу соревнуюсь между собой в передаче знаний начинают перегружать школьную программу когда в день по 67 уроков диспропорция идет в точных науках в гуманитарных науках во многих школах и у многих учеников тот же самый сколиоз допустим это из-за того что программа перегружена ребенок он он всегда включен у него мозг не расслабляется кстати в целях профилактики сколиоза мы специально включили хореографию для всех детей и мальчиков и девочек хореографии у нас обучает бывший тренер национальной сборной кыргызстана по художественной гимнастике роза трудую наш алтаева специально включили шахматы шахматы это всегда то спортивная дисциплина которая тренирует мозг мы знаем из нашей практики что победители шахматных турниров они как правило очень успешны и в этих целях мы специально разработали и запустили ежегодный турнир в этом году было от было открыть это был первый турнир по шахматам на кубок нашей школы нас поддержали с организаторами выступили славянский университет и федерация шахмат и концепция турнира предполагает что победители шахматного турнира получают скидки на обучение нашей школе мы открыли математический клуб при нашей школе для восьмых девятых десятых одиннадцатых классов ведет его математический клуб болджиев бураса самбекович это тренера олимпиадная сборная кыргызстана по математике то есть тот человек который выводит на международный уровень всех наших математиков и возит на олимпиады мы гордимся что в нашей команде этот человек наша задача во первых подтянуть детей по математике а сильных ребят чтобы они познали другие области математики не не шли на опережение тем обычно же так когда ты преуспеваешь в той или иной дисциплине ты просто начинаешь больше задач решать и уходить вперед 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 но это не интересно в рамках математического клуба ребенок будет иметь возможность уходить куда-то в бок понимаете нужно усложнение задач на опознание новых областей математики ведь математика это что это умение вычленять главное приоритизировать своей жизни делать правильный анализ и синтез тех или иных вещей не распыляться на все и в этом же главные ключевые факторы успеха мы хоть и не государственная школа но мы не коммерческая школа в чистом виде наличие желания у родителей у ребенка учиться в нашей школе этого еще недостаточно надо пройти тестирование и собеседование с психологом мы хотим остаться честными перед детьми и перед их родителями чтобы процесс образования он был равномерный и зона комфорта у всех была одна если вы знаете по занкову да допустим тренер учитель данном случае он на определенный уровень опускается и ученик должен подтянуться в эту зону комфорта где они должны успешно эффективно взаимодействовать так вот чтобы между очень сильными и очень слабыми не образовался такой большой разрыв мы как раз таки постарались взять одинаково развитых одинаково сильных детей мы пытаемся чтобы день был равномерно распределен у детей у нас здесь считаете как полупансион то есть ребенок приходит утром и до вечера здесь остается здесь же мы говорим что у нас нету домашних заданий то есть надо мы не отдаем потому что наша шведская сторона утверждает наши шведские соучредители говорят что если ребенок не осваивают в школе вспомните себя был ли смысл домой забирать это домашнее задание но в любом случае закрепление нужно делать пройденного материала мы это делаем здесь во-первых почему именно шведская сторона швеция как страна успешно по многим своим индикатором в том числе очень успешный образцовый пример для подражания это дошкольное образование если советская образовательная система она выстраивала по жесткому императиву жесткая вертикаль была между учеником и учителем мы принесли элементы шведской системы там где есть свобода выбора свобода общения коммуникации между учеником и учителем в этой связи мы выбрали шведскую систему у нас есть коллеги соучредители которые сами остаются преподавателями в шведской образовательной системе и они с готовности поддержали нашу идею и где внедрение таких факультативов нашу образовательную программу такие как шахматы хореография студия культуры техники речи хор основа музыкальной теории это все это было по настоянию шведской стороны уроки длятся 45 минут по гостандарту мы должны выдерживать государственные стандарты для первых классов у нас есть два прескул это дети шестилетних шестилетнего возраста и и первый класс есть дети семилетнего возраста у прескул согласно требованиям гостандарта занятия длятся 30 минут не зря это было именно таким образом определенных хронометраж потому что усидчивость у ребенка как не резерва когнитивного процесса хватает как раз таки не более чем на 30 минут отдыхают дошкольники нас обязательно отдыхают они спят у них и питание четырехразовое первоклассники у нас они питаются три раза при этом не спят но они обязательно отдыхают после занятий им отводится час на то чтобы они просто занимались ничем образно говоря но для желающих детей кроме вот этих факультативов которые уже внесены которые уже в самом пакете есть еще такие вещи как гитара пианино аккордеон гимнастика для тех кто за не хочет заняться этим бонусом есть футбол вообще изначально очень долго шли споры дискуссии как надо во первых отбирать и какой диапазон отбирать мы разделились на два лагеря во первых начнем с того как отбор должен идти и стоит ли вообще отбирать мы разделились на два лагеря те которые говорили что не надо отбирать и там ключевым аргументом к сожалению было то что те родители которые не пройдут у нас они будут делать анти рекламу нашей школе мы сошлись на мнение что все-таки будем отбирать второе какой диапазон преподаватель состав настоял на том чтобы мы начали с первого класса хотя количество и структура обращающихся к нам говорит о том что хотели бы еще и переводиться с других школ то есть родители понимают и хотели бы чтобы не акцент на какой-то из предметов был в нашем случае это на физику математику и мы сейчас полностью рассматриваем возможность создания начальная и средняя школы по всей линейке с тем чтобы мы дали возможности желающим переходить из других школ но опять же у нас есть положение об отборе и переводе к иргызско-шведский физико-математический образовательный комплекс где главными критериями это успеваемость несомненно это хорошие оценки достижения на различных состязаниях олимпиадах это ключевой фактор ключевой критерий при поступлении нашей переводе в нашу школу мы живем этим проектом наша команда наших педагогов единомышленников наших попечителей конечно же мы мечтаем о масштабировании школы просто же физическое увеличение школы еще не даст нам ничего чтобы и уровень детей образование был бы высоким это конечно наша мечта чтобы выпускники нашей школы они были одними из наиболее востребованных и не имели никаких сложностей при поступлении самые передовые вузы наши шведские соучредители так и говорят мы горит исключительно ориентированы в поступление только западные вузы только европейские американские ну из востока это может быть только китая и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok